Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как магия музыки и танца влияет на нас. Мы стали забывать, что музыка может быть частью нашей магической работы или, по крайней мере, средством для настройки на нужную волну. Человеческое сознание давно соединило музыку с религиозными ритуалами для усиления их воздействия. Музыка лечит душу и тело. Такую надпись можно увидеть на некоторых итальянских инструментах эпохи Ренессанса. О способности музыки воздействовать на человеческое сознание было известно еще нашим предкам. В давние времена шаманы вводили людей в состояние транса своими гипнотическими мелодиями. Еще во времена, описанные в Элиаде, музыка носила по большей части ритуальный характер. Научно доказано, что такие звуковые инструменты, как человеческий голос, флейта, барабаны и другие ударные, влияют на состояние мозга, точнее, на его нейрологическую активность. К сожалению, современная культура пытается приучить нас к мысли, что музыка – это развлечение, и сочиняют ее только профессиональные музыканты. Однако музыка может стать частью нашей работы, средством, воздействующим на наше эмоциональное состояние и настроение. Например, считается, что все ударные инструменты относятся к стихии Земли. Эти инструменты могут быть использованы в ритуалах плодородия и даже, по мнению некоторых экстрасенсов, в заклинаниях, направленных на улучшение финансового положения. Говорят, что к стихии огня относятся струнные инструменты, они способствуют улучшению здоровья. И, наконец, к стихии воды относятся резонансные металлические инструменты, такие как цимбалы или колокола. Считается, что эти инструменты можно использовать в заклинаниях, связанных с исцелением, красотой, состраданием, счастьем и другими подобными энергиями. Неразрывно с музыкой связан танец. Танец, как и музыка, в лучших своих проявлениях форма искусства очень близкая по своей сути к магическому ритуалу. Каждое движение является собой фразу. А последовательность действий – язык, на котором исполнитель общается с публикой. Ритм с полутора ударами в секунду в сопровождении давления инфразвуковых колебаний может вызвать восторг. А два удара в секунду с той же инфразвуковой мощностью может вызвать танцевальный транс, равный наркотическому. Вообще, танец и музыка – истинная магия. Это то, что касается каждого, но доступно восприятию лишь посвященному. Истинные танец и музыка – всегда магия. Безусловно, есть коллективы, которые в полной мере подтверждают это. Один из таких коллективов – вокально-хореографический белорусский ансамбль «Батька Атаман». Те, кто побывал на выступлениях этого ансамбля, знают коллектив. Каждый раз показывает яркие, запоминающиеся шоу. Артисты поют, танцуют и демонстрируют виртуозное владение мастерством фланкировки. Для тех, кто не знает, именно так называют трюки с казачьей шашкой. Главная идея при создании коллектива выражалась в том, чтобы каждый участник ансамбля был его солистом. Руководителю коллектива удалось собрать самых ярких и талантливых солистов-вокалистов с неповторимым тембром голоса, обладающих уникальной харизмой людей, беззаветно преданных любимому делу. В этом и есть уникальная особенность ансамбля «Батька Атаман». Таким образом, во время концерта зритель может насладиться не только слаженным хором, но и может услышать неповторимый тембр голоса индивидуально каждого участника ансамбля. Зачем опять в своих утратах меня хотел ты обвинить? За годы существования коллектив не раз занимал призовые места в различных престижных конкурсах. В репертуаре ансамбля белорусские, русские, украинские, народные и казачьи песни, православные и духовные песнопения «Батька Атаман» выступает не только в Белоруссии, но и далеко за ее пределами. Каждый концерт этого коллектива – настоящее феерическое шоу. Завораживающие первозданной духовной силой красотой народные и современные мелодии, лихие казачьи пляски, песни, невероятный уровень мастерства артистов получили истинное признание. В каждом русском человеке есть казачий дух, а значит, переживание за непокоренную и святую Русь, писал Никита Михалкович. Песня «Ой да, ой 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 да». Насыщая себя магической энергией, мы получаем необыкновенную, мощную и действенную технику активного воздействия на повседневную жизнь, утверждают знатоки в этом вопросе. По мнению же поклонников вокально-хореографического ансамбля «Батьский атаман», этот коллектив обладает именно магической силой. Те, кто хоть раз побывали на их концерте, ждут встречи вновь с этим талантливым коллективом. Творчество артистов завораживает и вызывает восхищение, буквально будоража чувства и переживаний людей. И невольно задумываешься о том, что неспроста древние люди приписывали музыкантам и танцорам магические свойства, полагая, что они позволяют соприкоснуться с потусторонним миром и являются эффективным методом воздействия на настроение человека и даже на позитивный исход событий в его жизни. Впрочем, проверить это можно на себе, каждый желающий. Слушайте и наслаждайтесь. 8 октября в киноконцертном зале «Панорама» концерт вокально-хореографического ансамбля «Батьский атаман». Заходите на наш сайт, звоните, мы всегда рады вас слышать. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ